Мы возвращаемся с юга Египта в Каир. Примерно в 25 километров от Каира находилась древняя столица Египта Мемфис, которая была основана первым царем Единого Египта Менесом. Даже подумать страшно, более 5000 лет назад. Мемфис был одновременно политическим, религиозным и сельскохозяйственным центром всего Египта. Отсюда фараоны правили Египтом вплоть до завоевания страны Древним Римом. Это был центр древней оборонной промышленности. В Мемфисе изготавливали лучшие боевые колесницы Древнего мира. Здесь находился центр культа бога Птаха и священного быка Аписа. И были воздвигнуты главные египетские храмы и монументы в их честь. К Мемфису прилегал величайший некрополь. Самая ближайшая к древнему Мемфису часть некрополя – Саккара. Она находится прямо через реку. Неудивительно, что именно в ней расположено больше всего пирамид, гробниц и других захоронений. Пирамида Джосера – это первое каменное сооружение в истории человечества. Пирамиду построили для фараона Начерихета, которого гораздо позднее прозвали Джосером. Она и сейчас главная и самая крупная постройка Саккары. Более двух тысячелетий вокруг нее строили храмы, гробницы и пирамиды. Сама пирамида была частью большого погребального комплекса, окруженного стеной. Она ступенчатая, это пока еще поиск формы. Строителем шестиступенчатой пирамиды Джосера считается Имхотеп – древнеегипетский мудрец, архитектор, астролог, визер Джосера. Кроме всего прочего, Имхотеп создал первую форму египетского календаря – 365 дней. Позднее он стал почитаться в древнем Египте как бог медицины. Как видно, не только в эпоху Ренессанса были разносторонне образованные люди. Гений Имхотепа как архитектора заключался в том, что все, что раньше делали из дерева, по его указанию, было сделано в камне. Мы заходим в двор Хепсет, где проводился праздник-ритуал обновления жизни фараона. Смысл праздника заключался в ритуальной смерти фараона и последующем его возрождении. Это давало молодость не только правителю, но и стране. Начальная часть праздника – смерть фараона. Предварительно он оставлял завещание, в котором передавал влай самому себе. Его укладывали в саркофаг и оплакивали. Затем повелитель Египта оживал, подобно богу Осирису. Далее следовали обряды воцарения обновленного правителя. Вся скверно-физическая усталость, болезни перекладывались на статуи. Затем статуи погребались вместо царя. Завершалась церемония тем, что фараон должен был показать свои физические возможности, и по этому двору нужно было пробежать круг. Во время бега фараон показывал народу, что он бодр, полон сил и молод, и может эффективно править страной. Торжество завершалось церемонией восхождения правителя на трон. Хепсет совершался на 30-м году правления фараона, а потом с цикличностью каждые три года. Рядом с пирамидой Джосера находится пирамида Униса, последнего фараона пятой династии, правившего четыре с половиной тысячи лет назад. Сейчас пирамида эта напоминает просто холм, большая груда камней. Однако внутри пирамида сохранилась прекрасно. И самое главное, здесь на стенах погребальной камеры впервые появились заупокойные тексты пирамид, последствия, вошедшие в Книгу мертвых, набор заклинаний, с которыми фараонов отправлялись в загробный мир и поддерживали там его существование. 283 из речения Поднимись унис, возьми голову свою, собери кости свои, отряхни землю с плоти своей. Хранитель врат небесных выходит к тебе, сжимает он руку твою, на небеса ведет тебя к твоему отцу, богу Гебу. Радуется тот приходу твоему, тебя целует, тебя обнимает, Великие окружают тебя, Те, кто следят, ожидают тебя, Поднимись же унис, Ибо ты не умрешь. Здесь же записан знаменитый ганнибальский гимн. Он Бог, который живет отцами своими, Он тот, кто питается матерями своими, Унис — это быт небесный, яростный в сердце своем. В погребальной камере не только тексты, но и звездное небо, Великие бессмертные звездные души, в которые должна уйти сущность этого фараона. Считается, что в заупокойных текстах пирамиды Иуниса присутствуют черты семитских диалектов, записанных египетскими иероглифами, что является одним из самых древних упоминаний семитских языков. И мы подошли ко входу в Серапио, некрополь, предназначенный для погребения священных быков Аписов. Быку Апису поклонялись в Мемфисе, главным богом которого был Птах. Это священное животное было уподоблено Осирису и стало бессмертным богом Осирисом Аписом. Название было сокращено древними греками до Сераписа. Вход в Серапио обнаружил французский ученый Агюст Мариетт в 1850 году. Здесь началось строительство при Аминхотепе III в XIV веке до н.э. и последнее погребение IV век до н.э. Мариетт мечтал здесь найти мумию Аписа, но вместо этого он обнаружил, что все сартофаги пусты. В Саккаре, кроме гробниц фараонов, очень много гробниц частных лиц. Это гробница Кагемни, который был визерем с начала правления царя Тети из VI геннастии Египта. По всей вероятности, он был женат на его дочери. Кагемни носил множество титулов. Он был смотрителем двух золотых домов и смотрителем двух сокровищниц. Он также занимал несколько религиозных должностей, в том числе и должность верховного жреца Ра. Кагемни был похоронен в самой большой мостобе на кладбище Тети в Саккаре. Гробница огромная, 32 метра на 32 метра. Мастоба Кагемни построена из больших блоков известняка и отличается своей сохранностью и качеством отделки. Как высшая государственная фигура после фараона, Кагемни выбирал для украшения места своего погребения лучших мастеров и художников. И действительно, их работы до сих пор поражают. Сцены повседневной жизни, охота, рыбалка, сцены жертвоприношения с почти всеми видами животных, птиц и рыб. Все, что мы увидели в Саккаре, потрясает. К сожалению, мы осмотрели лишь небольшую часть доступных для посещения гробниц, а всего в Саккаре их сотни, и это число постоянно увеличивается. И мы едем осматривать Дахшур. Дахшур находится примерно в 30 километрах от Каира. Он знаменит своими пирамидами, построенными в годы правления великого фараона Снофру. Его имя обозначает создающий красоту. Снофру – фараон Древнего Египта, правивший приблизительно с 2613 года до н.э. Он был основателем 4-й династии и отцом фараона Хуфу, которого мы знаем как Хеопса. Мы стоим возле ломаной пирамиды. Эта 100-метровая пирамида ломается примерно на середине, изменяя угол наклона граней по отношению к основанию. Благодаря этой своей особенности в наши дни это сооружение получило название «ломаная пирамида». Ученые дают несколько объяснений, почему угол наклона пирамиды был изменен с 54 градусов до 43. Но однозначное решение так и не принято. Это могло быть вызвано преждевременной смертью фараона, неустойчивостью сооружения, проседаниями земли. Точного ответа нет. Но уникальность этой пирамиды в том, что она стала первой пирамидой настоящей формы после строительства ступенчатых пирамид. Основной вход в пирамиду расположен с севера на высоте 11 метров. Практически невозможно оценить сложность и масштабность внутренних ходов пирамиды без личного посещения. От входа спускаемся на 78 метров. По узкому, метр на метр, нисходящему коридору с уклоном около 28 градусов. Далее прохожу через камеру высотой 12 метров, поднимаюсь по лестнице на 6 метров вверх и прохожу в камеру, возможно, нижнюю погребальную высотой 17 метров. Поднимаясь по деревянной лестнице еще на 13 метров, двигаться внутри пирамиды очень тяжело, не хватает кислорода. Но камеры находятся на несколько метров ниже помоста и спуститься туда невозможно. Внизу лежат деревянные балки из ливанского кедра, которые датируются временем фараона Снофру. Загадкой является отсутствие саркофага, который так и не был обнаружен в пирамиде. А мы едем ко второй пирамиде Снофру, к розовой пирамиде. Но по дороге мы проезжаем черную пирамиду. Она построена в период Среднего царства для фараона Аминхотепа III. Это была первая гробница, которая предназначалась одновременно как для фараона, так и для его жены. На 30-м году правления Снофру приостановил строительство на юге Дакшура для того, чтобы построить на севере этого некрополя свою третью пирамиду, в которой, вероятно, и был погребен. Северная или розовая пирамида Снофру также имела высоту 105 метров, но в отличие от предыдущих сооружений, была намного пропорциональнее и совершеннее. Это самая крупная из трех больших пирамид, расположенных на территории Дакшурского некрополя. Она является вообще третьей по высоте пирамидой в Египте, после пирамиды Хеопса и Хафра в Гизе. Название связано с цветом каменных блоков, приобретающих в лучах заходящего солнца розовый цвет. Здесь основной материал был розовый известняк. Он обнажился, когда строение лишилось белой известняковой облицовки. Кстати, на розовую пирамиду можно взобраться. Мы не успели подняться на самый верх, а жаль. Розовая пирамида имеет правильную геометрическую форму. Грани практически идеальные равнобедренные треугольники. На момент постройки это было самое высокое здание мира. Важность пирамид Снофру заключается в том, что они представляют собой четкую эволюцию в строительстве пирамид. Они показывают путь, который прошли архитекторы от превращения ступенчатой пирамиды в настоящую.